Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим оборудование для фильтрования, его устройство, принцип действия и классификацию. Фильтровальное оборудование в зависимости от организации процесса делится на оборудование непрерывного и периодического действия. По способу создания перепада давления напористой перегородкой различают оборудование работающее под вакуумом либо под избыточным давлением. Избыточное давление может создаваться силами давления либо центробежной силой. В зависимости от способа создания перепада давлений фильтровальное оборудование разделяют на фильтровальные аппараты, фильтры и центрифуги. Вначале рассмотрим фильтровальные аппараты. Их классификация представлена на схеме. В фильтрах периодического действия фильтрующая перегородка неподвижна, а в фильтрах непрерывного действия она перемещается, проходя через зону очистки, в которой регенерируется. Оба этих класса разделяются на фильтры, работающие под давлением и под вакуумом. В классе фильтров периодического действия выделяют отдельно группы фильтров, работающих под давлением столба жидкости над фильтрующей поверхностью или создаваемым насосом. Вакуумные фильтры называют также нутч-фильтрами. Схема песочного фильтровального аппарата представлена на экране. Песочные фильтровальные аппараты относятся к подгруппе фильтров с зернистым слоем. Такие фильтры применяют при относительно малом содержании твердой фазы в жидкости. Они работают и как шламовые, и как закупорочные. Такие фильтры очищают воду на ликероводочных заводах. На нижний диск фильтра, покрытый тканью, насыпают слой мелкого песка, далее через слой ткани слой крупного песка, и затем на верхний диск укладывают слой ткани. Суспензия подводится сверху под давлением от 0,2 до 0,03 мегапаскаль. Фильтрат отводится снизу. На верхней крышке аппарата предусмотрен кран для отвода воздуха. В начальный период фильтрования фильтрат получается мутным, и лишь по истечении периода обдержки составляющего 15-30 минут он осветляется. Это объясняется тем, что в начальный период работы на поверхности песочного фильтра еще не отложился достаточно толстый слой шлама, и он работает как аппарат закупорочного фильтрования. При этом через него проходит часть частиц дисперстой фазы суспензии, имеющей малые размеры. По мере накопления шлама фильтрование переходит в шламовое, и проходившие ранее через фильтр частицы задерживаются шламом. В результате фильтрат осветляется. Скорость фильтрования от 250 до 750 кубических дециметров, деленных на квадратный метр в час. Когда она существенно падает, аппарат перезаряжается. В фильтрационном чане установлена сетка с тканью, на которой накапливается слой осадка. Верхняя часть осадка периодически перемешивается мешалкой. При необходимости осадок удаляют через насадок большого поперечного сечения. Для интенсификации фильтрования можно повысить давление над осадком. Перепад давлений на фильтре удается увеличить также созданием вакуума в полости под фильтрующим слоем. Так называемые нутч фильтры. Для работы при избыточном давлении 0,3-0,4 мегапаскаль применяют фильтр прессы. Они представляют собой набор рам элементов, на которые натянута или между которыми уложена фильтрующая ткань пластины. Фильтрат проходит через фильтрующие слои и удаляется через бороздки на рамных элементах, собирающиеся в подводящий канал. Подводящий коллектор распределяет фильтруемую жидкость в пространстве между рамными элементами. Рамные элементы фильтров собирают в батарее по 10-60 штук, уплотняемые по торцевым поверхностям с помощью винтового пресса или другого зажимного устройства. После достаточно полной закупорки порт, происходящей обычно в течение от 60 до 300 минут, фильтрующие элементы периодически удаляют вместе с осадком и заменяют. Трудоемкость обслуживания фильтр прессов можно уменьшить. Это достигается использованием механизированного зажима плит. Такие автоматические камерные прессы применяют для фильтрования тонкодисперсных суспензий. Автоматический камерный фильтр пресс состоит из горизонтально расположенных одна над другой фильтрующих плит два, расстояние между которыми составляет от 23 до 30 мм. С обоих сторон плит установлены направляющие. Между плитами через ролики протянута бесконечная лента фильтрующей ткани 3, натяжение которое осуществляется натяжным устройством. Для образования отдельных камер в пазах рам установлены резиновые шланги 1. Уплотнение в камерах осуществляется при подаче жидкости в шланги под давлением от 0,8 до 1,00 мегапаскаль. Чтобы отделять фильтрат от шлама и отводить его из отдельных камер пресса, камеры подкрыты опорными щелевидными плитами, под которыми установлены поддоны 7 для сбора и отвода фильтрата. Остаток срезается с фильтрующей ткани ножами 4. Регенерацию ткани проводят в камере регенерации 6. Полный цикл работы фильтра состоит из операции 1. Подачи жидкости в шланге и образования камер. 2. Фильтрование. 3. Промывки осадка. 4. Отдувки промытого осадка сжатым воздухом. Подсушивание промытого осадка сжатым воздухом. Удаление осадка и регенерации фильтрующей ткани. Фильтрование и промывку осадка выполняют под давлением 0,6 мегапаскаль. Толщина отсадка от 5 до 20 миллиметров. Общая поверхность фильтрования от 5 до 30 квадратных метров. Осадок удаляется за одну минуту. Применяют ряд конструкций фильтровальных аппаратов с плоскими листовыми фильтрующими элементами или с жесткими фильтрующими перегородками керамическими, содержащими от 1 до 40 фильтрующих элементов. А также мешочные фильтры, содержащие обернутые тканью, мешками, каркасы из металлических рамок. Мешочные элементы могут промываться фильтратом, подаваемым под давлением с внутренней стороны мешков. Отделяющийся от ткани осадок при этом падает на дно аппарата и удаляется. Фильтрующие элементы периодически заменяют. Барабанный вакуумфильтр – один из наиболее распространенных непрерывно работающих автоматических вакуумфильтров. В корпус фильтра 1 подается суспензия, в которую погружен вращающийся барабан 2. Поверхность барабана разделена на отдельные секции перегородками 3. Каждая секция трубками 5 соединена с подвижной головкой фильтра 6. Головка имеет отверстия, число которых соответствует числу секций барабана. Секции барабана фильтра покрывают опорной сеткой, а на нее накладывают холст. Холст натягивают и закрепляют проволокой из коррозионно-стойкой стали диаметром 2-3 мм. Сверху над барабаном вакуумфильтра расположены форсунки 7 для промывки осадка 4. Осадок срезается с холста ножом 8. В корпусе фильтра имеется мешалка 9 для взмучивания осадка. За один оборот барабана каждая секция фильтра проходит все стадии процесса фильтрования. Зоны фильтрования, предварительные подсушки осадка, промывки и подсушки, отдувки осадка. Промой и фильтрат удаляются из секторов барабана насосами при создании в этих секторах вакуума. Барабанные вакуумфильтры имеют площадь фильтрования от 5 до 40 квадратных метров. Остаточное давление в зоне фильтрования составляет от 400 до 500 миллиметров ртутного столба. Дисковые вакуумфильтры. Они состоят из дисков разделенных на секторы. Секторы обернуты фильтрующей тканью. Площадь поверхности фильтрования достигает 100 квадратных метров. Фильтрующий элемент дискового вакуумного фильтра состоит из сварного желобчатого каркаса 1, к которому внизу приварен носок 9. Опорной поверхностью для холста служит зигзагообразная металлическая опорная лента 4, которая закреплена в каркасе. Верхняя часть каркаса имеет желобок. Мешки 2 сшиты из холста и надеты на каркас фильтрующего элемента. Верхние свободные концы мешка закрепляют в желобке каркаса при помощи жгута 7 и клина. Элемент устанавливают гнездо труба вала 11 и с двух сторон закрепляют шпильками 5 с гайками 6 и направляющими дугами 3. Отдельные части дуги соединяют в замок 8. Их боковые поверхности служат направляющими для скребков, снимающих осадок с боковой поверхности фильтрующих элементов. Фильтрующие элементы соединяются через трубовал и распределительную головку поочередно с тремя вакуумированными полостями и с четвертой отдувочной полостью. При соединении с отдувочной полостью в фильтрующие элементы подается фильтрат, скидывающий с них осадок на дно. При дальнейшем вращении трубовала фильтрующие элементы поочередно соединяются с вакуумированными полостями, давление в которых соответствует ступеням последовательно уменьшающегося остаточного давления. Это выравнивает частоту фильтрата по мере накопления осадка на фильтрующем элементе. Ленточный вакуумный фильтр содержит фильтрующую ткань, образующую непрерывную ленту, движущуюся на роликах. Она скользит по перфорированной резиновой ленте, надетой на те же барабаны. Вакуум камеры служат для приема фильтрата и промоев, а осадок удаляется съемниками осадка в местах перегиба ленты. Конструкция такого аппарата проста, но лента используется лишь частично. Движущая сила фильтрования в вакуум-фильтрах Тельта-П существенно меньше, чем в фильтр-прессах. Поэтому толщина осадка в них не превышает 10-12 мм, иногда до 40. Фильтруемая суспензия должна иметь достаточно высокую концентрацию фильтруемых веществ, чтобы быстрее образовался фильтрующий осадок. В соках, фильтруемых на сахарных заводах, концентрация достигает 20%. Частота вращения барабана от 6 до 12 оборотов в час. Барабанный фильтр непрерывного действия, работающий под давлением. Давление в барабане повышается от 0,3 до 0,5 мегапаскаль сжатым воздухом. Фильтрование происходит на поверхности барабана покрытым тканью. Осадок срезается ножами с ветви транспортера, натянутые натяжным роликом, попадает в полость разгрузочного шнека и периодически отводится им за пределы фильтра. Привод вала, подвод сжатого воздуха и отвод фильтрата осуществляется через головку барабана, которая на рисунке не показана. Головка барабана состоит из подвижного и неподвижного цилиндров, торцы которых притерты и прижаты друг к другу. Это обеспечивает герметичность торцевого уплотнения и поочередное соединение полостей подвижного цилиндра с трубопроводами подвода воздуха и отвода фильтрата. В ультерофильтрационном аппарате для опреснения соленой воды пористая мембрана уложена на внутренней стенке перфорированной трубы, по которой пропускается соленая вода под давлением до 10-15 мегапаскаль. Опресненная вода проходит через поры мембраны и собирается в сборнике. Для утилизации давления отработанной соленой воды на выходе трубы установлена турбина. Аппараты для центробежного фильтрования, центрифуги. Центробежное фильтрование проходит три стадии. Первая – образование осадка. Вторая – его уплотнение. И третья – механическая сушка-осадка. Под действием центробежной силы суспенсия разделяется на дисперсную фазу и дисперсионную среду – осадок и фильтрат. Давление, создаваемое центробежной силой, как и ранее, фактор разделения определяется выражением. В первый период фильтрования на внутренней поверхности центрифуги увеличивается слой осадка. После выпадения всего осадка, когда жидкость остается только в его порах, начинается второй период – его уплотнение. Жидкость продолжает выжиматься из осадка центробежной силой. Частицы осадка сближаются. В третьем периоде фильтрования в поры осадка проникает в воздух, а жидкость удерживается в них капиллярными и молекулярными силами. Постепенно она продвигается к выходу и удаляется. Центробежное фильтрование применяют, например, в сахарной промышленности для отделения кристаллов сахара от маточного раствора, в производстве глюкозы, в пивоваренном производстве для фильтрования заторов, при фильтровании крахмальной суспензии. Саморазгружающаяся подвесная центрифуга полунепрерывного действия подвешена на нижнем конце вертикального вала. Нижняя часть ее барабана имеет коническую форму с углом наклона стенок, превышающим угол естественного откоса. После остановки барабана осадок сползает вниз, минуя приподнимающийся запорный конус 4. В процессе загрузки суспензия поступает на распределительный диск 6. Подвесные центрифуги имеют частоту вращения от 900 до 1100 оборотов в минуту. Окружная скорость барабанов обычных центрифуг 50-60 метров в секунду, быстроходных 100 метров в секунду. Центрифуги непрерывного действия могут иметь центробежную, шнековую и поршневую с пульсирующим поршнем разгрузку. Центрифуга непрерывного действия с центробежной разгрузкой. Благодаря конической форме перфорированного ротора на осадок действует осевая составляющая центробежной силы, которая сдвигает его на больший диаметр и в конце концов выбрасывает в сборник на корпусе. Иногда такую центрифугу называют барабанным ситом. Центрифуга состоит из следующих основных узлов. Ротора 13, опорного узла 9 с диском 10, привода ротора электродвигателя 5, маслосистемы и питателя. Для гашения вибрации при пуске ротора центрифуги и компенсации некоторой динамической неуравновешенности в период ее работы установлен диск 8 с амортизаторами. Наружный кожух 14 сварен из листовой стали и служит наружной стенкой камеры для удаления осадка. На опорной конструкции наружного кожуха имеются ребра, на которых жестко установлены опорное кольцо внутреннего кожуха и кронштейн для установки привода. Крышка 15 кожуха имеет отверстие над ротором, которые закрываются решеткой и смотровые люки. Внутренний кожух образуют камеры 11 и 12, из которых через специальное отверстие отводится промой. Суспензия через воронку 3 непрерывно поступает в нижнюю часть ротора, который направляет ее вдоль фильтрующего сита. На роторе создается равновесие между силой трения осадка по ситу и касательной составляющей центробежной силы, которая стремится переместить его в направлении выгрузки. Осадок перемещается по ротору за счет напора суспензии, поступающей в распределитель, и вследствие некоторой неравновешенности названных сил. Отделенный осадок выбрасывается через верхний край ротора в кольцевую камеру 4 и затем поступает на транспортер. Заданный расход осадка достигается путем регулирования подачи суспензии, промывки и пропарки выходящего из центрифуги осадка. Центрифуга непрерывного действия с выгрузкой осадка пульсирующим поршнем. Ротор 4 центрифуги включает поршень 1, шток 2, толкатель 3 и 4 толкающих кольца разного диаметра. Первое и третье кольца жестко связаны с толкателем, а второе и четвертое с ротором, относительно которого перемещается толкатель. Все ступени ротора, толкатель и воронка вращаются синхронно с постоянной скоростью. Поршень, шток, толкатель, первое и третье кольца периодически с частотой 12-16 минуты в минус первой смещаются вдоль оси на расстоянии от 40 до 50 миллиметров. Это сдвигает осадок в осевом направлении к выходу из четвертого кольца. Во время перемещения со ступени на ступень ротора осадок разрыхляется, что способствует хорошему отделению декантата сахара. Суспензия по питающей трубе и загрузочные воронки, состоящие из двух стенок 6 и 7, непрерывно поступает в ротор 4, вращающийся с постоянной скоростью. Воронка служит для равномерного распределения суспензии по окружности первого кольца ротора. Под действием центробежной силы от суспензии, поступающей на первую ступень ротора, отделяется фильтрат, который отводится через сито и каркас ступеней ротора в сборнике, а на ступенях образуется слой осадка. Осадок последовательно сталкивается со ступеней по направлению к концу ротора осевым движением толкателя, а также вследствие подпора суспензии, поступающей на первую ступень. Промывка осадка осуществляется при помощи форсунок, в которые приводится вода по гибким шлангам, позволяющим изменять их положение в осевом направлении. При движении толкателя влево масса суспензии упирается в неподвижную часть загрузочной воронки и сбрасывается на вторую ступень в освободившееся пространство, которое было занято первой ступенью ротора. Таким же образом осадок сбрасывается с третьей ступени на четвертую. При движении толкателя вправо осадок поступает на первую ступень и сбрасывается со второй ступени на третью и четвертую в приемник центрифуги. Для передвижения осадка по поверхности необходимо, чтобы его слой имел достаточную жесткость на отдельных ступенях ротора. Она зависит не только от толщины слоя, но и от его длины в направлении перемещения, свойств слоя осадка и коэффициента трения между слоем и поверхностью сита. Энергия в центрифугах непрерывного действия расходуется на сообщение поступающей суспензии скорости вращения вместе с барабаном. Трение в подшипниках, трение барабана в воздух, выгрузку осадка. Мощность затрачиваемую на сообщение суспензии вращения вместе с барабаном N1 и на выгрузку осадка N2. При длине хода поршня толкателя L рассчитывают по формулам. Остальные составляющие мощности определяют так же, как и для осадительных центрифуг. Вы посмотрели видео лекцию, посвященную фильтровальному оборудованию. Фильтровальное оборудование в зависимости от организации процесса делится на оборудование непрерывного и периодического действия. По способу создания перепада давления на полистой перегородке различают оборудование, работающее под вакуумом, либо под избыточным давлением. Избыточное давление может создаваться силами давления, либо центробежной силой. В зависимости от способа создания перепада давлений, фильтровальное оборудование разделяют на фильтровальные аппараты или фильтры и центрифуги. Я благодарю вас за внимание, за то, что вы досмотрели эту лекцию до конца. Подпишитесь, поставьте колокольчик. В колокольчике все уведомления, и вы будете получать уведомления о новых видео. Поставьте лайк, напишите комментарий с вопросами, если вам что-то непонятно. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.